МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале Енисей телепроект «Наше здоровье». Каждую неделю мы рассказываем о медицинских новинках и технологиях, которые доступны всем жителям Красноярского края. О проблемах, которые волнуют каждого, кто следит за своим здоровьем и красотой. Сегодня выпуски. Лето приближается. Как отправить ребенка в оздоровительный лагерь? Где можно бесплатно и быстро проверить свое здоровье? В рубрике «Профессионалы» знакомимся с основателем первого центра пульмонологии в России. Сегодня мы вас познакомим с основателем первого центра пульмонологии в России. И он появился в Красноярской краевой клинической больнице. Открыла его Елена Андреевна Пучко, заслуженный врач России. Именно о ней пойдет речь в рубрике «Профессионалы». Организм любит нормальную пищу, простую, но нормальную пищу. И самое главное – не переедать. В движении движение – это жизнь. Каждый день Елена Андреевна Пучко проходит пешком более 6 километров. Регулярное движение и правильное питание помогают ей оставаться в отличной форме. Почти всю свою жизнь она посвятила медицине. Вот в этом здании на территории Красноярской краевой больницы 50 лет назад она основала первый центр пульмонологии в России. На момент открытия, вспоминает врач, здесь было всего 160 коек. Теперь же каждый год лечение здесь проходит порядка 3,5 тысяч человек. Елена Андреевна по-прежнему заведует центром и пользуется безграничным уважением коллег и пациентов. Вы знаете, вот это душевное тепло, даже наличие белого халата как-то не пугает. А душевное тепло, сама обстановка, она прекрасна. Поэтому большое вам спасибо. Красноярец Николай Алексеевич уже 9 лет бурится с бронхиальной астмой. Вылечить это заболевание крайне сложно, говорят врачи. Поэтому несколько раз в год в центре пульмонологии он проходит обследование. Считает, что главное – это доверие между врачом и пациентом. Во-первых, вот это профессионализм. Это очень здорово. А самое вот это отношение с душой. То есть здесь вы просто с человеком просто общаешься и уже гордишься даже то, что ты с ним. И лечит, оказывается, душа. Есть доверие, есть взаимопонимание. Взаимопонимание врача и пациента – очень важный фактор в выздоровлении. Это Елена Андреевна поняла еще в детстве, когда заболел ее отец. Тот случай, рассказывает доктор, запомнился на всю жизнь и стал решающим в выборе профессии. Когда я маленькая была, он заболел. Я так волновалась, плакала. И повели мы его с мамой в нашу железнодорожную поликлинику. И вот я туда зашла, на меня вот эти вот белые халаты. Врачи степенные, врачи достойные. В общем, они так хорошо моего папу приняли. И что, понимаете, я вот потом вышла, и у меня это в моей детской голове осталось. И я вот все время, у меня мысль была, вот все-таки стать врачом. За 60 лет именно такой стаж работы у Елены Андреевны медицина изменилась кардинально. Например, самое распространенное в нашем крае заболевание – бронхиальную астму. Теперь лечат с помощью ингаляционных картикостероидов. Они воздействуют только на легкие, в отличие от гормональных таблеток, которые применяли раньше. Недрение новых подходов в лечении позволило снизить заболеваемость в нашем крае в несколько раз. К примеру, смертность от пневмонии за 5 лет сократилась на 40%. И это оптимистическая статистика, конечно же, заслуга врачей-профессионалов. На 24-м конгрессе, на 24-м конгрессе, так как я уже давно работаю в пульмонологии, мне Александр Григорьевич вручил вот эту грамоту за вклад в развитие респираторной медицины. Потому что респираторная медицина начала развиваться с Красноярска. Каждый день в этом центре идет борьба с множеством болезней. Увы, но появляются и новые, малоизученные. Среди них – хоббл, хроническая обструктивная болезнь легких. Она сопровождается воспалением внутренних тканей. Сейчас от этой патологии в нашем крае страдает 75 тысяч человек. И основная причина, которая провоцирует эту и многие другие легочные болезни – смертельная привычка – курение. Скажите слова благодарности врачу, который помог вам или вашим близким. Звоните в нашу редакцию по телефону 233-04-03. Переходим к другим темам. В Красноярском крае сегодня работает 14 центров здоровья. Мало кто знает, но там можно бесплатно и без очередей пройти обследование всего организма. Тему продолжим в следующем сюжете. Жительница Красноярска Лариса – одна из тех, кто не хочет бороться с последствиями болезней. Она ликвидирует саму возможность их появления. Для этого каждую весну проходит обследование в одном из центров здоровья. По сути, сюда приходят те, у кого нет хронических заболеваний и особых жалоб. Жители края, которые и дальше хотят оставаться здоровыми и сохранить имеющийся у них потенциал. Я была на консультацию у врача-кардиолога. Получила индивидуальное обследование, получила рекомендации на будущее. Теперь я знаю, что мне делать, какие мои дальнейшие шаги в перспективе по сохранению и улучшению своего здоровья. Первый центр здоровья открылся в Красноярске 7 лет назад. За это время в край их стало 14. Медики говорят, центры профилактики не пустуют. В крае все больше тех, кто бережно относится к своему здоровью. Поэтому в таких центрах появляется новое оборудование для диагностики, отремонтированные кабинеты. Здесь, например, есть своя отдельная регистратура и новый стоматологический кабинет. Правда, вылечить здесь зубы не получится, но вот узнать, есть ли какие-то проблемы, запросто. В соседнем кабинете врачи измеряют остроту зрения, внутриглазное давление и цветоощущение. Есть отдельный кабинет для консультации терапевта, психолога и многих других специалистов, которые дают полезные рекомендации, касающиеся правильного питания и борьбы с вредными привычками. Мы не устанавливаем диагнозы, мы устанавливаем факторы риска развития того или иного заболевания. У нас наблюдаются пациенты, у нас пациенты есть группа диспансерного наблюдения в центре здоровья с такими факторами риска, как артериальная гипертония, гиперхолестерин и миа. Когда мы совместно, врачи-терапевты наблюдают человека, назначают ему коррекцию питания, назначают лекарственную терапию определенную. Обследования в центрах здоровья проводят комплексно, а при этом много времени это не занимает. Платить ни за что не нужно. При себе необходимо иметь только паспорт и медицинский полис. Каждый день в один только центр здоровья приходит более 50 человек. И если вы еще не успели здесь побывать, добро пожаловать. Врачи работают с 8 утра до 8 вечера. Какой центр здоровья находится неподалеку от вас, можно узнать, позвонив по телефону 224-01-65. Далее рубрика Мединфо о самых значимых событиях, которые произошли в сфере здравоохранения края на этой неделе, расскажем прямо сейчас. Началась реконструкция больницы скорой медицинской помощи. Работу ведет компания «Сибиряк». За три года им предстоит отремонтировать фундамент, провести внутреннюю отделку всех помещений, ремонт кровли, а также построить четырехэтажное здание в парке больницы. В новом корпусе разместятся 15 операционных и 24 палаты интенсивной терапии. На все ремонтные работы потребуется более 700 миллионов рублей. Деньги будут выделены из краевого и федерального бюджетов. Закончить все работы планируют к 20 марта 2018 года. В 2018 году по решению и по плану ФИДа в Красноярске уже должны состояться тестовые соревнования, в том числе в которых будут участвовать все лечебные учреждения, предназначенные для обслуживания спортсменов и гостей университетов. Какой должна быть современная поликлиника и что нужно изменить в работе медицинских учреждений? Эти темы обсудили на совещании с участием губернатора и главных врачей больниц. По словам министра здравоохранения Вадима Янина, работа по модернизации первичного звена началась в прошлом году. За это время был изменен график работы поликлиник, теперь они открыты до восьми вечера, организованы доврачебные кабинеты, действует веб-регистратура, а главные врачи поликлиник стали проводить встречи с пациентами. Кроме того, активно реализуется программа диспансеризации, но несмотря на это Виктор Толоконский отметил, что в поликлиниках по-прежнему ощутим дефицит кадров, а врачи много времени тратят на бумажную работу. Чтобы все это устранить, в ближайшие две недели специалисты здравоохранения подготовят предложение по дальнейшей модернизации поликлиник. Поликлиника должна делиться на амбулаторно-поликлиническое учреждение первичного уровня и на амбулаторный диагностический центр, где нужно пройти какое-то углубленное обследование с использованием сложной техники, с использованием узких специалистов, которые не должны в таком количестве входить в стандарт поликлиники первичного уровня. Наступила весна, а значит, самое время планировать летний отдых. Немаловажно, чтобы он был полезен для здоровья. Какое у тебя самое любимое время года? Лето. У меня тоже лето. Слушай, а чем ты хочешь заниматься этим летом? Купаться, ездить на бенкельки, поход, гулять в пляне и заниматься всякими разными вещичками. Слушай, у меня для тебя есть более привлекательный вариант. Детский оздоровительный лагерь. Среди своих сверстников, представляешь, солнце, веселье. Купаться можно. Как тебе? Клево. Слушай, ну тогда я побежал за путевками. Стой! Только не забудь забрать документы. Родители уже сейчас должны позаботиться об отдыхе и оздоровлении своих детей. В связи с чем должны написать заявление. Образовательные организации, где обучается ребенок, заявление на то, чтобы предоставили, выделили путевку в детский и загородный оздоровительный лагерь в летний период времени. Все образовательные организации знают про это. Во всех образовательных организациях есть форма заявления. Все классные руководители сориентированы на то, чтобы донести до родителей необходимость написания вот этих заявлений. В этом году в Красноярском крае будет работать 63 загородных оздоровительных лагеря как круглогодичного действия, так и летнего сезонного, куда смогут попасть свыше 44 тысяч ребятишек. Круглогодичные начнут работу с 1 июня, а летние со второй половины июня. Кроме этого будут открыты около 800 лагерей с дневным пребыванием. Здесь смогут отдохнуть около 68 тысяч детей. За две недели до поездки в лагерь необходимо получить медицинскую справку. Это оформление санаторно-курортной карты. То есть они должны будут сдать мачоукал на яйцеглистый, развернутый анализ крови. То есть это стандарт. И пройти консультацию педиатра. То есть если ребенок, например, наблюдается у педиатра по поводу, у него есть какие-то хронические заболевания с рождением, как он наблюдается, естественно, педиатр пишет рекомендации. Напомним, что на одного ребенка в нашем крае положена одна льготная путевка. Ее стоимость 15 156 рублей, где 70% этой суммы оплачивается за счет краевого бюджета. И 30% – это около 4 тысяч рублей родителями. Полноценная оздоровительная смена ребенка в летнем лагере с 5-разовым питанием длится 21 день. Скоро лето. Совсем чуть-чуть уедешь от меня, но три недели. Скучать-то будешь? Да. Ну все, пока. Я побежал в лагерь. На этом у меня все. Желаю крепкого сибирского здоровья. Увидимся через неделю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!